Так, народ, давненько мы не баловали вас с нашей старой доброй рубрикой «Вся правда про». Давайте срочно исправлять это досадное недоразумение. Потому что точно так же давненько мне хотелось поговорить про файтинг с видом от третьего лица под названием «For Honor». А тут, в общем-то, даже повод подходящий нашёлся. В игре недавно появился новый герой. С заделом на новую фракцию. Ну а раз есть повод, то найдётся и собеседник. Сегодня в нашем традиционном подкасте поговорим с контентмейкером Моб, который уже давненько освещает «Fighting for Honor» на YouTube. И ему явно есть чего порассказать об этой игре. Не забываем подписываться на канал. Меня зовут Мадлер, это портал GoHaru и... Мы начинаем. Привет, моб. Привет. У нас традиционно вначале несколько слов о себе, свой опыт в играх. Почему моб, почему for honor, почему и главное, как YouTube? Так, ну, начнём издалека. Меня зовут, на самом деле, Андрей. Моб – это мой ник. Он является первой частью от названия американской группы «Mob Deep». Это из моей молодости, когда я увлекался рэпом и всей этой культурой. Ну и как-то так повязалось. Моб и моб, и всё осталось. Вовлекаюсь играми я очень давно. Стаж уже у меня лет за 25 точно идёт, потому что мне уже за 30. Я играю с самого детства. Ещё на магнитных кассетах начинал, игры такие были. Играю я в ФХ уже больше 5 лет. Ну, не больше, там, может быть, 5 лет ровно будет 14 февраля. У игры день рождения, в день всех влюблённых. For Honor запал мне сначала по трейлерам, потом я начал делать по нему контент. И думаю, а почему бы не развивать эту тему дальше, так как в Ru Community на тот момент особо никого не было. Ну и как-то затянул, и уже пятый год сижу тут. Ну, а до Ютубчика как дорос? Ну, то есть это же тоже, знаешь, такое. Можно для себя играть, тем более, если это не твой основной вид деятельности. А, ну да, да, конечно. Ютуб — это, во-первых, моё хобби, так как я работаю на обычной работе, 8-часовой. И начинал я вообще со стрима другой игры, ММО-РПГ одна, российская. И когда я понял, что в неё уже ловить нечего, я подыскивал себе другой проект, именно долгоиграющий, долгоживущий, с постоянными какими-то апдейтами, обновлениями мультиплеерами, и наткнулся как раз вот на ФХ. Начал делать по нему ролики, какие-то новостные дайджесты, потом какие-то обучающие стал видео делать. Ну и потихоньку-потихоньку аудитория набиралась, и вот за 5 лет уже там 57 практически тысяч. Ну, это результат, конечно, такой себе, но всё равно для относительно небольшого комьюнити, я считаю, это нормально. Слушай, давай мы не будем акцентировать на этом прям супер-внимание, но хотелось бы, чтобы наши зрители-слушатели попробовали в комментариях угадать, в какую русскую ММО-РПГ ты играл, а ты потом в комментариях сам посмотришь, и тот, кто угадает, ты ему прям лайкосик прожбёшь, как тебе челлендж. Давай-давай, с удовольствием. Смотри, я так понимаю, что For Honor — это чистокровный файтинг, но, во всяком случае, так написано, причём почему-то hack and slash. Это вообще так или не так? Потому что, ну, вот насчёт hack and slash у меня как-то вопросы возникли. На самом деле For Honor — это такой немного не классический файтинг, это как-то в обзоре я слышал файтинг здорового человека, файтинг в 3D и так далее, то есть, ну, он очень сильно отличается от классических представителей жанров таких, как, например, Mortal Kombat, Tekken, Soul Calibur и так далее. Тут такая примесь ещё слэшера идёт. Ну, hack and slash — это вряд ли, он точно мимо тассы, а вот именно такой экшен холодным оружием с элементами файтинга — это, скорее, более точное определение. Но вот именно какой-то жанр выделить очень сложно, потому что эта игра, она такая комплексная, состоит из нескольких каких-то моментов, аспектов. Ну, об этом мы ещё поговорим. А вот смотри, есть прямые конкуренты, получается, или нет? Прямые конкуренты — это, ну, фактически, Mark Howe. Он был прямым конкурентом на этапе его разработки. Ну, а потом, как он вышел, все поняли, что Mark Howe всё-таки немного другая игра, она больше похожа на Chivalry. Вот. Ну, а сейчас, в данный момент, фактически, у ФХ конкурентов нет, и это во многом удерживает ту аудиторию, которая сколотилась вокруг него за эти годы. А если всё-таки брать вот этот вот Mark Howe и Chivalry, это, ну, вообще, выход этих игр, он как-то сказался на онлайне For Honor? Ну, если только в первые какие-то недели, когда люди уходили посмотреть, что там, и возвращались обратно, поняв, что это далеко не ФХ, это, несмотря на общую тематику, там, средневековье, сражения на холодном оружии, игры всё-таки довольно разные по геймплею, и возвращались обратно. Кстати, а что у игры вообще с онлайном? То есть вот в Steam, я смотрел, показывают в среднем 3-4 тысячи, в пике вот 7-300 было. Как это ощущается в самой игре? Есть с кем играть, как быстро ищутся бои? Ну, начнём с того, что Steam — это не совсем объективный показатель онлайна, так как Steam — это одна из площадок, на которых распространяется игра. У неё есть коренная площадка, это Uplay, откуда, собственно, игра свои корни берёт, так как от Ubisoft. Ну, это понятно, просто единственная статистика, которая нам доступна, это Steam'овская. Да, ну вот я понимаю, что все в основном смотрят на Steam'овскую статистику и говорят, а вот там у неё онлайн 3 тысячи, мало я туда не пойду, мне страшно, что у меня матч не найдётся и так далее. Но я вас хочу заверить сразу, что матч вы всегда себе найдёте, и довольно быстро. И причём система матчмейкинга For Honor, она основывается на количестве отыгранных игр, для того, чтобы ей было легче подбирать соответствующих соперников. То есть, когда новичок, например, приходит в игру и начинает играть ему, матч ищется чуть дольше, чем после того момента, как он отыграет там некоторое время, и у него уже набьётся статистика из цифр, соответственно, чтобы определить более-менее его уровень кила по КДА, это убийство, ассисты и смерти. И после этого игра начнёт быстрее искать. Ну вот у меня, например, поиск очень быстро происходит, и даже если мы играем в пати, ну это меньше минуты там, то есть находит для группы людей, это, я считаю, довольно быстро. Ну а вообще для файтингов у For Honor один из, наверное, ну самых высоких онлайнов, не побоюсь даже этого слова, потому что иногда в Mortal Kombat меньше онлайн, несмотря на то, что проекты довольно нишевые. Давай мы поговорим о том, как вообще играется For Honor на сегодняшний день, то есть что игра предлагает в плане контента, прям вот поэтапно можно. Ну начать стоит с того, что в ФХ всегда был очень высокий порог вхождения, и для того, чтобы в нём освоиться и задержаться, надо отыграть для начала не один десяток часов, то есть многие новички, которые заходят в игру, они смотрят ролики, они думают, что тут всё так здорово, всё легко и радужно, заходишь, кликаешь на одну кнопку, и как в каком-нибудь слэшере просто рубишь. Кто больше раз кнопку нажал, тот и победил. Нет, это работает не так. И в плане контента она предоставляет, в основном это PvP, это упор на именно сражения между игроками, самый главный упор. Есть там, конечно, сюжетная кампания, но она довольно такая, как сказать, скудная, и предназначена только для того, чтобы ввести игрока в лор, в лор-проект, что там происходит, почему между собой фракции воюют и так далее. Ну и, само собой, некоторые режимы, которые делятся на какой-то индивидуальный. Скилл — это дуэли, например, есть режим 2 на 2, и есть более массовые режимы, которые, на мой взгляд, самые весёлые, самые фановые. Захват территории, штурм, там где 4 на 4 сражаются, плюс интерактивные объекты и так далее. Плюс ко всему этому в игре на данный момент существует 29 уникальных героев, поделённых на 4 фракции, сейчас уже на 5, последний герой там вышел, новую фракцию ввели. И, что интересно, вот каждый из этих 29 героев — это полноценный персонаж со своим мувсетом, со своей большой кастомизацией внешнего вида оружия, каких-то всевозможных добиваний, фаталити, анимации и так далее. То есть, как я вот люблю говорить, что каждый из героев For Honor мог бы легко сойти за полноценного героя какого-нибудь синглплеерной игры. А есть какие-то перекосы в плане режимов? Ну, то есть, вот в этот режим люди играют, а вот этот вот как-то игнорируют? Или везде можно найти прям? Нет, нет. Сразу скажу, что в игре есть, ну, прям вот задокументированы мёртвые режимы, в которые никто не играет. Это режим смертельной схватки, это режим дары, который вводили разработчики, но он как-то вот не прижился, и людям больше классический вариант заходит. Это дуэли, либо захват территории, то есть быстрые режимы. Некоторые режимы действительно мертвые, в них никто не играет, и по слухам их в будущем разработчики вообще планируют удалять из игры. Хорошо, а с метой что? Просто обычно в таких играх, в подобного рода играх, мета всё-таки присутствует. То есть, есть какой-то класс, который прям убернагибаторный, или что-нибудь в этом ключе? Как с этим делом в For Honor? Да, в этом плане For Honor не исключение, и мета, она существует в самом её явном виде, но хочется сказать то, что так как игра, она постоянно меняется, постоянно выходят какие-то патч-ноуты, соответственно, некоторые герои из мета выпадают, другие, наоборот, входят в эту мету, и в этом плане геймплей, он очень сильно меняется, в зависимости от патчей. То есть, здесь нет такого, что ввели, например, героя 5 лет назад, и он до сих пор им будет, и никто его не может победить за контроль. Здесь всё может за один какой-то глобальный патч перевернуться с ног на голову, и это даже касается не столько индивидуальных героев, как и все игры в целом, потому что, например, в 21-м году, если мне память не изменяет, было глобальное изменение боевой системы вообще в целом, и это очень сильно сказалось на многих героях. То есть, те герои, которые раньше, например, не игрались от слова совсем, они заиграли в новой мете игры с удвоенной, а то и с утроенной силой. Кстати, ты упомянул про сюжетку, ну и, в общем-то, ты подтвердил то, что я слышал, и я слышал как раз таки, что на текущий момент времени сюжетка совершенно не актуальна, она не даёт даже, по сути, человеку представления о том, как играется, именно в онлайн уже режиме. Для чего она тогда, и почему её не выпили, для чего она вообще существует? По поводу того, что не даёт представление о мультиплеере, это я согласен на 100%, причём по некоторым фактам, потому что, во-первых, все герои, которые присутствуют в сюжетной кампании, они дореворкнуты, то есть без всех внесённых изменений, многочисленных, которые были за эти годы. Фактически, там другая совершенно игра, там другие билды, там вот герои, как были на релизе, такими они и остались. Сейчас эти герои, они кардинально поменялись. Почему её не удалят? Ну, скорее всего, разработчики не видят просто в этом смысла, она осталась, как вот, пережиток прошлого, для того, чтобы просто понять, что за вселенная тут, кто с кем воюет. Она чисто создана, на данный момент, уже для галочки, для введения в лор-игры. Больше я в ней никакой цели не вижу. Ну, в общем, не вздумайте играть в сюжетку. Лучше сразу идти, мне кажется, в режим тренировки и там что-то пробовать. Ну, за прохождение сюжетки там дают бонусы, сталь, то есть можно немного обогатиться, да, это игроков мотивирует. Кстати... Ну, иногда интересно просто узнать, что же всё-таки происходит, потому что мир-то нестандартный, где ещё... Нет, ну всё-таки, подожди, меркансильные цели тоже есть, можно что-то получить. Что у игры, кстати-то, вот с монетизацией? Как этот вопрос решается? С монетизацией всё довольно смешно и абсурдно. Несмотря на то, что есть обширный магазин с огромным количеством различной кастомизации, визуала, добиваний и так далее, весь этот контент его можно нафармить в игре внутриигровыми способами. То есть за завершение матча там даётся определённое количество внутриигровой валюты, она называется там сталь, и вот за эти деньги можно купить, ну, практически всё. То есть вот упора какого-то донатного на визуалку в этой игре нет. Я думаю, это как бы кочунственно не звучало со стороны игрока, это больше вредит самим разработчикам и проекту в целом, потому что, как мне кажется, они из-за этого недополучают огромный кусок прибыли, ну и, соответственно, разработка проекта довольно вяло идёт. Ну а вот из тех вопросов монетизации, которые действительно присутствуют, это батлпассы, которые, в принципе, тоже дают только визуалку, никакого-то уникального суперконтента, делающего у вас имбой там нет. Только визуалка, батлпассы, ну и вот временный доступ к новым героям, который, опять же, можно как-то пропустить, и через две недели этот герой можно купить за внутриигровые средства. То есть монетизация, она очень такая мягкая, она очень лояльная, и вот, я говорю, это больше даже вредит, мне кажется, проекту. Хотя все вроде сделано для игроков, все может купить в игре, не вкладывая туда ни копейки. Сейчас, насколько мне известно, в игре идет четвертый сезон пятого года, и здесь на лицо явное несоответствие. Почему не пятый сезон пятого? Ну, потому что все сезоны, все года точнее, они идут четырехсезонными циклами, вот, и сейчас вот эта хронология событий, она немного сбилась, потому что вообще игровой год, он должен заканчивать 14 февраля, то есть, вот 14 февраля это дата релиза игры, там, в 2017 году, и дальше так шло там. 14 февраля 2018 года второй год начинался, третий и так далее. Сейчас какая-то странная ситуация с хронологией сезона, сейчас каждый сезон стали дробить на две части, и сначала выходит одна часть контента в первой половине сезона, потом вторая часть во второй, и получается, что вот так искусственно растягивают, из-за этого вот такая ерунда получается. Не, а я-то вот думал, что как раз-таки это потому, что первый сезон, то есть, первый год игры, он получился не самым удачным для проекта, и они скорее там были сосредоточены на том, как бы пофиксить все, что можно только пофиксить, нежели пилить какие-то сезоны, это не так? Ну, вообще, здесь сезон, это немного не то понятие, которое привыкли, например, игроки в классическом виде не представлять. Здесь сезон, это сезон войны фракций, то есть, каждый сезон, он делится на 5 раундов, на протяжении которого фракции захватывают друг у друга территории, и в конце, соответственно, по побежденным раундам вырисовывается победитель. То есть, здесь сезон, он вроде как и привязан к новому контенту, а с другой стороны, это просто течение времени, на протяжении которого фракция воюет между собой. То есть, это не какие-то глобальные суперапдейты, иногда сезоны вообще бывают настолько пустые и настолько малозначимые, что где удаешься, почему нам ничего нового в этот раз не предоставили. А вообще, проблемы игры, да, они были, и решением проблем был даже целый год посвящен в свое время, на протяжении которого не вводился новый контент никакой, и разработчики устраняли те ошибки, те недоработки, которые были допущены на релизе. Ну и я так понимаю, они с этим справились, давай мы вообще пару слов замолвим, так сказать, про разработчиков. Как по твоему мнению, они справляются с поддержкой игры, наполнением ее контентом, насколько вообще прозрачен этот процесс и какое отношение к комьюнити? Ой, сложный вопрос, точнее, не столько сложный, сколько объемный, потому что за то время, которое существует игра, это пять лет, уже успело смениться фактически три команды разработчиков, но глобально две люди, те, которые начинали вести проект, у них было одно видение, потом, видимо, по мнению издателя, либо инвесторов, решено было коней на переправе все-таки сменить и отдать другим людям, которые встали во главе разработки. И вот между этими командами сразу видны какие-то различия, видны какие-то расхождения, видны будущего проекта, потому что сначала игра развивалась по одному направлению, наполняли новыми героями, какими-то новыми идеями, режимами, а потом все стало в какую-то горизонтальную плоскость, где просто больше стали работать над балансом, резко сократились темпы добавления нового контента, и, в общем, сейчас игра, она в таком полустагнирующем положении, но при этом она начинает немного лучше себя чувствовать именно по внутреннему здоровью в плане баланса. Хотя это тоже вопрос спорный, баланс это вообще одна из самых сложных тем For Honor, и если вот кинуть эту тему в комьюнити, например, то сразу будет очень много всяких возгласов негодования, кто-то будет защищать, кто-то будет против, в итоге все переругаются, передерутся, ну и как обычно бывает. Я хочу сказать, что баланс это вообще сложно, это не только For Honor касается, это касается, наверное, вообще всех игр, которые носят в себе хоть какой-то соревновательный момент, просто сбалансировать тот контент, который у вас есть, ну имеется ввиду персонажа, допустим, оружие, урон и тому подобные штуки, очень сложно. Да, особенно здесь, когда каждый новый герой по идее в себе должен нести какую-то новую механику, но по факту в последнее время он является миксом из каких-то старых существующих героев, и все это сбалансировать, подтянуть. И да, еще хочу добавить, что очень сильный урон разработки игры нанесла пандемия в 2020 году, в 2021 продолжающейся, все разработчики были отправлены на удаленку, из-за этого очень-очень сильно пострадало качество контента. А так, они вроде стараются, но комьюнити все равно мало. Комьюнити этого мало, все хотят больше, все хотят каких-то глобальных перемен, потому что с 2018 года практически ничего нового и не вводилось. Ну, давай мы тогда и про комьюнити, что ли, вспомним. Токсик, не токсик, как это принято сейчас говорить. Мне кажется, что там должны быть довольно взрослые люди уже. Ну, это вполне осознанный выбор играть фо-онор, потому что, ну, я так понимаю, контентом не шибко балуют, значит, люди что-то нашли в игре, то, что их там держит. Ну, по поводу взрослого комьюнити, это, конечно, вопрос очень спорный, так как ошалелых детей у нас тоже много, но вообще отношение именно разработчиков комьюнити в целом игровому, оно очень такое лояльное, и они во многом прислушиваются к нему, какие-то проводят постоянно опросы, то есть выходит какой-то балансный патч, потом высылает опросник, что как вам это, как вам то, по каким-то ключевым моментам они у людей спрашивают и потом вносят эти коррективы, причем довольно забавная ситуация, когда мемы, выходящие из комьюнити, они перерастают в какие-то внутриигровые события в игре, то есть создается какой-то мем, например, на реддите, ну, мы, соответственно, говорим про англоязычную комьюнити для разработчиков For Honor, оно довольно абстрагированное и они особо нас знают или не знают, не замечают, но, в общем, вся движуха она на реддите именно в англоязычном идет. Например, создаются какой-то мем и через год мы видим этот мем уже в игре реализованном, то есть они приглядываются, прислушиваются. А по поводу токсичности, я думаю, как и везде, и токсиков много, и адекватных людей достаточно, но у нас, например, русскоязычная комьюнити, оно довольно-таки небольшое, но по большей части сплоченное. Я не могу сказать, что у нас прям очень много токсиков, они, конечно, есть, но они как-то отдельно существуют в резервациях, если на них не обращать внимания, то они, в принципе, не доставляют никаких проблем. Я, например, просто в игре чат отключил, и я даже не знаю, что мне там пишут, хотя наверняка пишут-то немало. Слушай, если мне не изменяет память, в свое время у For Honor были даже активные амбиции, и они как-то медным тазом навернулись, или что? Или все-таки есть что-то в этом направлении? Ну, как раз-таки вот в 2020 году и в 2021 году Ubisoft, наоборот, эту тему начала возрождать и всячески поддерживать, и проводятся международные турниры, они называются Dominion Series, и там даже хороший призовой пул, вот, у нас есть команда победителей из СНГ, которая сейчас вот вошла стадию уже финала, и, возможно, они на этом не остановятся, но для того, чтобы такие мероприятия не носили более массовый характер, все-таки у игры должна была быть больше популярность, больше какая-то узнаваемость, и почаще светиться в инфополе, потому что даже не всем игрокам ФРХ, я бы так сказал, интересны вот эти вот киберспортивные мероприятия, не говоря уже о каких-то посторонних людях, которые с проектом вообще никак не связаны. Я считаю, это упущение именно маркетинга и маркетингового отдела самих разработчиков. Что вообще ожидает игру в будущем? Или тупо ФОНР 2? Вот на этот счет очень много существует теорий, версий, расхождений, споров, потому что год назад была слета информация о том, что игру ожидает либо какой-то глобальный реворк, глобальная перезагрузка, либо просто вторая часть номерная, которая будет строиться на фундаменте первой. То есть весь контент из первой перекочует во вторую, часть контента невостребованного удалят, а часть наоборот сверху надстроят. У людей, конечно, тоже на этот счет много сомнений, кто-то хочет верить в то, что будет все хорошо, кто-то наоборот говорит, что игра мертва и в нее деньги вкладывать никто уже не собирается. Но на данный момент на старте разработчикам был заявлен пятилетний курс поддержки игры, пятилетний срок. Сейчас же они уже официально продлили игру на шестой год, они готовят какие-то обновления, но опять же эти обновления носят такой характер какой-то текущий, то есть ничего такого глобального, как, например, они анонсировали либо For Honor 2, либо For Honor какой-то реворк, Резурекшн, Резурекшн, там, Рефоршит, ну, в общем, глобальное... Ремастерит. Да, ремастерит, глобальное какое-то переосмысление проекта. Нет, такого пока не было, но, скажу честно, многие этого ждут, потому что игру просто надо встряхнуть и, ну, как-то расширить, расширить вот ее представление на более широкие массы, если можно так сказать. Ну, в общем, в маркетинг нужно вложиться, потому что игра толковая, но о ней как-то кто-то знал, может быть, но подзабыл, кто-то когда-то пробовал, ему не понравилось, потому что это был как раз-таки первый год разработки, а сейчас игра представляет из себя уже совершенно другое. Ну и, кстати, мы нашим видео можем этому немножко поспособствовать, я думаю. Слушай, традиционно в нашем подкасте мы хвалим и одновременно ругаем игру, и начинаем мы, как правило, с минусов. Что, по твоему мнению, можно причислить к минусам в For Honor? Так, ну, если с минусов начинать, то, конечно, это большой порог вхождения, высокий порог вхождения, то есть новичкам действительно сложновато освоиться, и игра, она не берет и не ведет за ручку новичка, постепенно проводя его по каким-то этапам, она просто его бросает в самую гущу сражений, где он либо выживает, либо просто сгорает и выходит, удаляет игру и забывает его как страшный сон. В этом плане игра вообще неприветлива к новичкам, то есть тут выживает сильнейший. Во-вторых, это сейчас, вот, которая мета есть, она не только новичкам сложно дается, но она и многим старым игрокам, уж, игрокам, ушедшим из игры по каким-то причинам, она тоже дается сложно, потому что игра в целом была ускорена, урон у героев снижен и, в общем, она довольно сильные изменения претерпела. Потом это малое добавление контента, то есть очень низкий темп добавления каких-то новых карт, ну, к новым героям, ладно, мы не будем привязываться, потому что каждый новый герой это большая работа, это новый мувсет, огромное количество визуалки, опять же, движение, это все, motion capture и так далее. Ну, и так, героев уже довольно много, и их бы отбалансировать сейчас, не говоря уже о новых, но вот какие-то новые режимы, какие-то новые карты, это прям комьюнити очень-очень ждет. Потом систему снаряжения можно переделать, вот, несмотря на то, что это файтинг, но здесь тоже есть прокачка героев, здесь есть прокачка вооружения, прокачка экипировки и так далее. например, система войны фракции, очень интересная система, которая была придумана изначально, где после боя каждый игрок распределяет ресурсы по определенным территориям и в конце раунда оценивается влияние каждой фракции на определенную территорию. Эта система, она просто осталась как атовизм, то есть она никак не развивалась, на нее никакого не было упора, и сейчас многие люди, новички, приходящие в игру, они просто не знают, зачем это делать, что это за система, кому она нужна и так далее. В общем, на самом деле минусов можно очень много перечислять, но основные это вот. Ну, хорошо, ты просто так действительно глобально озвучил, что у меня возникают вопросы по поводу плюсов, они вообще есть? Плюсов тоже мало на самом деле, ну, во-первых, если глобально опять же говорить, то игра уникальна, другой такой игры нет, и это как раз один из тех основных факторов, который удерживает комьюнити в игре. Да, оно у нас небольшое, оно маленькое, но оно очень крепкое, оно очень плотное такое, то есть онлайн у нас не падает, но и сильно не растет, ну, а те новички, которые приходят, они как-то стараются выживать, и все равно в комьюнити задерживаются довольно сильно. Потом у игры просто потрясающая визуализация, несмотря на то, что она 2017 года, и на движке относительно старым делалась Envil, Envil, по-моему, Engine назывался, вот, у нее замечательная кастомизация героев, то есть все движения, все настолько четко, все классно, но иногда просто вот, так скажем, незамыленным глазом, если посмотреть на игру, смотришь и наслаждаешься просто, что действительно герои вот эти вот, они представлены в каких-то таких гипертрофированных фантазиях, каких-то подростков, что вот рыцарь, это и есть рыцарь, вот ты смотришь на него, вот это здоровый амбал, два метра ростом, такой фулл плейт армор, он такой с салибардой, но он классно двигается, он все четко делает, и очень колоритные герои среди викингов, и среди рыцарей, это кастомизация, вот отдельный прям респект всем аниматорам и художникам, как я говорю, это люди единственные, которые вот прям вот работают на полную катушку, и они никакой журы не заслуживают, что вот на них можно было бы сказать, вот ага, они не работают, вот отдел баланса, да, там общий гейм, дизайн, это конечно есть вопросы к ним, но вот прям к дизайнерам, именно которым отвечают за визуалку, к ним никаких вопросов, ну и опять же реиграбельность, реиграбельность у игры довольно высокая, то есть в нее как там в доту, в лол, во всякие мобы можно заходить, играть, мало того, что она реиграбельная, она сессионная, то есть зашел, поиграл, удовольствие получил, либо наоборот там подгорел и вышел, то есть она не требует много времени для того, чтобы чего-то добиться, то есть это не как MMORPG, в которой надо жить для того, чтобы попасть в топы, нет, здесь можно абсолютно дозированно играть и в общем добиться неплохих успехов. Мы также традиционно стараемся давать некоторые рекомендации новичкам, и мне кажется, здесь они будут как никогда к месту, потому что ты сам только что озвучил, один из минусов это довольно высокий порог вхождения, что нужно сделать, сделать, вернее даже не так, как правильно нужно играть новичку, чтобы игра его не оттолкнула и чтобы он в общем-то погрузился в нее вот за эти несколько часов, которые потратят на проект. Ну, скажу, наверное, самое банальное и самое первое, что мне приходит на ум, это не пропускать внутриигровую тренировку, потому что у нас принцип такой, что, а ладно там, в процессе боя разберусь, нафиг эта тренировка, она для слабаков. Нет, ребят, тут так не работает. Либо вы проходите тренировку и понимаете хотя бы что к чему, либо вы просто залетаете в бой, вам там ломают все, что можно сломать и вы с негативными эмоциями выходите из игры и говорите, да ну ее нафиг, ничего не понятно, меня убивают какие-то задроты и все в таком духе. Ну и потом потихоньку вникать в аспекты, в тонкости игры, которые, кстати говоря, сама игра не раскрывает, вот в этом плане она очень недружелюбная, есть огромное количество механик, про которые игра просто не рассказывает, поэтому рекомендую смотреть какие-то обучающие видео, гайды на ютубе, в том числе и у меня есть огромное количество обучающего материала, именно ориентированного для новичков, и оно действительно помогает, тем самым облегчив порог вхождения, потому что базовые моменты, про которые не говорит игра, они как-то должны раскрываться, ну и множество ресурсов еще, у нас вот в этом плане на самом деле не очень хорошо в русскоязычном, потому что у нас мало ресурсов, там англоязычный, например, For Honor Wiki, она, ну, как я уже сказал, англоязычная, какие-то компиляционные файлы с технической информацией, они тоже англоязычные, и их еще надо найти, поэтому заходите, спрашивайте, поможем, у нас большое комьюнити русскоязычное, ну вот, собственно, я создатель самого большого сегмента русскоязычного комьюнити, мы стараемся всегда новичкам помогать, создаем обучающий материал, какие-то гайды, ролики, терминологии, словарь вот с терминами, который может быть непонятен игрокам, стараемся как-то людей вовлечь, стараемся их удержать для того, чтобы они остались с нами, задержались, и получили те эмоции, которые мы получали также в свое время. Ну и, наверное, наш финальный и самый главный вопрос, и если стоит, то почему? Стоит, стоит обязательно, потому что, во-первых, действительно, такой игры пока еще нет, пока аналогов нормальных не придумали. Люди, которые новички приходят сейчас в 21-м, 22-м году, даже в 20-м, они просто хватаются за голову и говорят, как эта игра могла пройти мимо меня, я не понимаю, зависает мне на сотни, тысячи часов. Ну и, самое главное, почему в нее стоит попробовать, потому что игра сейчас на распродажах стоит вообще копейки. Ее фактически перевели уже в режим free-to-play, потому что за полноценное нормальное издание, когда просят 200 рублей, ну согласись, это как-то ни о чем. И здесь фактически за копейки можно приобрести отличный проект, в котором можно зависнуть на очень-очень долго и получить кучу разных эмоций, разных, подчеркиваю, не только положительных, но там, где есть белые, там и черные есть. Вот без этого никуда. И просто за вот эту небольшую плату вы можете окунуться в этот мир средневековых сражений на холодном оружии. Ссылка на канал Моба будет в описании к этому видео. Если хотите узнать о Фоонор прям со всеми подробностями, обязательно заглядывайте и подписывайтесь. Не забываем также поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Гохару, еще услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok